Привет, друзья! Вот нет ничего ценнее, даже бесценнее поддержки дружеской. Вот мне Денис мой, товарищ, звонил сегодня, говорит, слушайте, ваш вот этот вот приём стал, говорит, вообще, ну, маркой вашей фирмы, ну, условно говоря. Вот этот вот, который у меня на книжке. Видите, дети там, школьники делали упражнения в азбуке саморегуляции для детей, родителей, педагогов много лет назад. Да, сейчас-то этот знак у меня другой. Видите, вот он здесь на других книжках, вот он, «Звёзды над нами» и «Космос внутри нас» или «Этика внутри нас», «Нравственность внутри нас». Как у Канта «Летающий человечек», потому что это как раз-таки вот это вот приводит к этому, что мы выходим на состояние невесомости, отрываемся от всего земного, от всех этих проблем бытовщины, выходим на самое себя, там такое парение, такая лёгкость, когда нет зажимов шеи, когда нет блоков сознания. Потому что мне вот звонили недавно и говорят, а я никак не могу сделать этот ваш ключевой стресс-тест. Так я и говорю, так вы возьмите и сделайте другое, например, что у вас руки всплывают. Вот как, например, эриксоновском гипнозе. Эриксон предлагал, чтобы рука всплывала. Да, вот был у меня давно-давно в гостях мой товарищ, многолетний уже, Алексей Сидников, который известен тем, что он профессор, доктор наук, дважды доктор наук и так далее, который кармаложию создаёт. Ну, многое чего делает, я его жду в гости. И тогда я ему давно-давно сказал, он как раз ввёз эриксонянский гипноз НЛП, по которому было сделано потом, в Советский Союз, и учил всех НЛП. И он у меня был в центре саморегуляции человека Homo Futurism много лет назад, и он показывал, как всплывает рука, я говорю, если не всплывает, сделай, чтобы вы расходились. И ему очень понравилось, что оказывается, можно принцип подбора путём перебора использовать, чего в НЛП нет. Это ключ. Это ключ, и поэтому, когда мы будем сейчас сделать вебинар, в среду, объявление ещё будет. Это будет сделан вебинар для развития изобретательского мышления. Что такое изобретательское мышление? Это способность создавать новое. Сегодня особенно нужно в условиях неопределённости, чтобы мы были все, как человек будущего. Потому что человек будущего в условиях неопределённости со скоростью инстинктивных реакций генерирует новые решения, в зависимости от возникшей обстановки, чрезвычайной обстановки. Новые, неординарные решения. Это есть развитие изобретательского мышления. Если мы не будем изобретателями, а мы потенциально каждый изобретатель, потому что каждый из нас по природе творец. А вот смотрите наши сайты хасай.ру и стресс.су Подписывайтесь на канал Телеграм. Ну и, естественно, смотрите наш Инстаграм. Ну вообще-то смотрите все наши каналы, потому что в сетях мы всегда объявляем за день, за два дату бесплатного ликбеза. Смотрите, там эти записи все висят у нас на канале Ютуб. Бесплатный ликбез по 2-3 часа. И каждый найдёт себе, как же сделать так, чтобы снять сжимы, выйти на состояние лёгкости, парения. Да, и на вебинаре. Да, вы сможете вовремя увидеть приглашение. Подписывайтесь на Ютуб и на все эти сети. Там мы даём эти объявления. Друзья, что я вам хочу сказать. Самое главное, оказывается, научиться нулевому состоянию. Потому что в нулевом состоянии, в этом состоянии эмоциональной безмятежности, в этом состоянии глубинного безвремени и душевного покоя, в мгновениях, которые вы там находитесь, вы обретаете вечность, вот эту безмятежность, где вы можете решать самые различные вопросы, которые требуют много времени. А вы их решаете быстро. И те вопросы, которые казались вам недоступными. А у нас сегодня много возникает этих вопросов. Да, за встречи, друзья. Насчёт картин. Каждая картина имеет своё предназначение. И многие из них написаны в коллективном разуме. А этот формат самый прогрессивный сегодня для всего человечества, чтобы все вместе, не в конкурентном диалоге, синергетически искали истину и вырабатывали общеполезные решения. До встречи.